МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Андрей Васильевич Фадеевым, главным врачом Одинцовской областной больницы. Здравствуйте, Андрей Васильевич. Да, добрый вечер. А я напоминаю, что к нашему разговору можете присоединиться и вы. Телефон прямого эфира 8-495-508-86-84. Наверное, последние месяца полтора мы, как и на войне, каждый день следим за сводкой. Сколько заболело, сколько выздоровело. Какова сейчас ситуация с распространением коронавируса на территории Одинцовского округа, по данным областной больницы? Ну, у нас данная немножко отличается от, соответственно, районов, потому что у нас не весь район, пока одна областная больница, мы сейчас только в процессе. Поэтому у нас данная чуть меньше. Сейчас, на настоящий момент, 1788 людей заболевших, соответственно, у тех, у которых выявлен коронавирус. Но они сейчас, соответственно, не все болеют, потому что уже у нас пик пандемии был несколько недель назад. Тем самым эти люди уже успели, скажем, переболеть, либо без симптомов перенести этот вирус. И уже, соответственно, мы их уже сняли с учета, и, соответственно, они считаются выздоровевшими. Но я так понимаю, что у многих в легкой форме проходят заболевания? Как правило. Но это повезло. Если человек, соответственно, относительно молодой, не отягощен какими-то заболеваниями сопутствующими, то, как правило, проходит в легкой форме. Там небольшая, может быть, субфирляет температура, кашель, может быть, соответственно, пропадает обоняние, то есть совершенно мир становится стерильным, человек не чувствует никаких запахов. Пример продолжается примерно всю эту неделю. После этого возвращается постепенное обоняние, соответственно, нормализует температура, и мы тогда уже получаем отрицательные мазки уже на COVID-19. А как часто бессимптомные случаи происходят? У нас 90% проходит в легкой степени, из них 60-70% без симптомной формы. То есть мы выявляем только по итогам мазка. Берем как контактных, допустим, этих людей, либо, допустим, те же самые медработники у нас тоже, у нас есть такие бессимптомные случаи, к счастью. Слава Богу, дай Бог, чтобы таких случаев было побольше, но иммунитет, тем не менее, чтобы вырабатывался. Многие медучреждения Одинцовского округа были перепрофилированы под прием пациентов с COVID-19. Одним из последних для приема коронавирусных больных открылось Никольское подразделение. О том, как там проходили работы, в нашем следующем материале. Шум строительных работ не утихает ни на минуту. 340 рабочих круглосуточно ремонтируют Никольское подразделение Одинцовской областной больницы. Ознащение учреждения начнется после 20 мая. К этому сроку помещение должно быть готово. На первом этаже приемное отделение с палатами временного размещения. Поступает больной, временно размещается в этой палате, ему выполняется КТ и ожидает заключения этого КТ. По результатам этого КТ мы понимаем, больной легкое у него течение болезни, среднее, тяжелое. Нуждается он в госпитализации или может находиться на амбулаторном лечении. В стационаре оборудуют 209 общих коек. Это 81 палата. В каждой по 2-3 человека. Бороться за их здоровье будут специалисты больницы. Сейчас, пока идут работы, они проходят дистанционное обучение по лечению новой коронавирусной инфекции. Некоторые уже занимаются этим на практике в Звенигороде и Одинцово. Здесь будет располагаться лечебное отделение на 41 койку. Палаты 1-2-3 местного размещения больных. Каждой койке будет подведен к кислород. Новый коечный фонд и медицинская мебель, аппараты ИВЛ. После перепрофилирования больницу оснастят современным оборудованием. 20 реанимационных коек подготовят для тяжелых больных. Это будет реанимационный зал на 5 коек. Соответственно, каждая койка будет оборудована аппаратом ИВЛ. Здесь будут лечиться тяжелые больные. И, соответственно, круглосуточное наблюдение. Там будут оборудованы сестринские посты для наблюдения за больными. Аппарат КТ функционирует в подразделении с 2015 года. После открытия медучреждения он будет работать в круглосуточном режиме. Примерные сроки окончания всех работ – конец мая. В прямом эфире телекомпания Одинцова. Программа «Главная тема». Сегодня мы говорим о работе Одинцовской областной больницы в период пандемии коронавируса. Телефон прямого эфира 8495-508-86-84. Андрей Васильевич, Никольское подразделение уже приняло первых пациентов? Нет, мы там сейчас не торопимся его открывать, потому что оно до конца не готово еще. Мы сейчас там собираем мебель. У нас произошел полный капитальный ремонт данного учреждения. Там оно было, конечно, не соответственно, никаким современным нормам. Старые деревянные окна, старые деревянные там местами, ну не местами, вернее, везде поломанные двери. Поэтому долго принималось решение, будем ли мы его, соответственно, перепрофилировать. Было принято положительное решение. И надо сказать, что строители сделали чудо. Потому что сделать за буквально месяц капитальный ремонт, он, по-моему, очень хорошего качества, все, что необходимо, там, уложили плитку, поменяли окна, поменяли двери, новые коммуникации почти все, поменяли батареи тоже почти все. То есть все, что было старым, ржавым, дырявым, все это заменило. Можно сказать, сейчас это новая больница. Получили новую мебель полностью по всей больнице, соответственно, вот мы сейчас взяли два дня паузу. Строители уже ушли, то есть там закончатся полностью ремонтные работы. Мы за сегодня, за завтра расставляем полностью мебель. И завтра хотим уже данное учреждение открывать именно прием пациентов. Персонал готов, персонал обучен, как вы видели из ролика. Мы это время зря не теряли, мы его обучали. Как правильно надевать костюм, как правило, самое главное снимать защитный костюм. Обучили о работе с ковидными больными, как их лечить, какие схемы. Сейчас высловано новое, шестое распоряжение уже по лечению данного, рекомендация по лечению данных пациентов. Они все более совершенствуют, соответственно, и мы вместе с ними тоже совершенствуемся в плане лечения. Андрей Владимирович, а сколько всего инфекционных коек было создано вот в этот период? Я так понимаю, что по этому показателю мы лидеры в области. Я думаю, что мы не только лидеры в области, я думаю, что мы лидеры в России. Потому что 2729 коек, я, допустим, такой информации не исключал, чтобы кто-то такие коеки создал. У нас, соответственно, знаете, есть временный госпитал в Кубинке, у нас там 1420 коек функционируют сейчас. У нас наш хирургический корпус 315 коек, наша инфекционная больница вместе с трехэтажкой перепрофилированной, 130 коек. Дальше Никольск открываем завтра, дальше Терапия и Коцевый мир. Соответственно, все учреждения района, которые мы могли перепрофилировать на работу с ковидными пациентами, мы это сделали. То есть в полной мере задача была нам поставлена, и мы ее выполнили. То есть этих коек должно быть достаточно для жителей Одинцовского округа? Конечно, это более чем. Изначально у нас была расчет одна коека на одну тысячу жителей. Соответственно, у нас проживает 350 тысяч жителей, ну, ориентировочно там разные данные в Википедии и так далее. Ну, то есть, по идее, нам бы хватило 350 коек, но мы видим, что этого реально мало. Тем более, мы оказываем профиль не только по инфекции, то же самое наша хирургия. Мы же, по сути, сохранили ту же самую хирургию, гинекологию, урологию, травму, нейрохирургию. То есть мы принимаем больницы всей Московской области именно по профилям, вот по этим, потому что им сейчас на фоне ковида, соответственно, лечения проходить негде. Поэтому там мы, Талдом, допустим, и Тищем, мы остались именно под профили, под специализированную медицинскую помощь. Это тоже большая заслуга наших врачей, что они даже в этом костюме, который, в принципе, не дышит, которым тяжело находиться, буквально даже просто сидеть или ходить, они еще в этом костюме умудряются оперировать. Три пары перчаток нам доктора говорили. Три пары перчаток, два костюма минимум, еще, возможно, своя какая-то внутренняя одежда, соответственно. У кого-то еще очки есть, поверх очков еще очки идут, потом еще идет экран. Конечно, огромная сейчас нагрузка на врачей, но и вот, как сейчас выявили из ролика, партия Единой России, конечно, старается ее нам облегчить. У нас сейчас уже было три акции с Единой Россией, вот это сегодняшняя акция была вода. Конечно, врачу это очень приятно, потому что когда он выходит, соответственно, на 8 часов, получается, 6-8, то 12 часов не пил, не ел, не хотел в туалет, соответственно. Естественно, если будут комфортные условия нахождения в чистой зоне, это будет для врача очень приятно и, скажем... Вот доктора чувствуют эту поддержку, мы много разных акций снимаем, вот доктора чувствуют, что они не одни, что их поддерживают предприниматели, простые жители. Глава нашего района, в первую очередь Андрей Роберт Иванов, начались акции с него, и все акции проходят под его эгидой. Соответственно, вода, питание. Питание у нас есть в контракторном оплачении здрав, но плюсом, тоже по решениям главы, к нам приезжают наши рестораторы, ближайшиеся, привозят в ресторанную еду, то есть такого качества ресторанного именно еда, в инфекционную больницу, в хирургический корпус, соответственно, врачи в обед адекватно, полноценно там обедают, либо ужинают, несмотря какая у него смена. Поэтому, конечно, и забота, и всех наших спонсоров, скажем, благодетелей, она, конечно, очень чувствуется, и это очень приятно. Немаловажно. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире 8495 508 86 84. Здравствуйте. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Валентина Владимировна. Очень приятно. Я звоню из Одинцовского района, поселок Барвиха. Вы знаете, все прекрасно, что рассказывают, что у нас открываются больницы, это очень хорошо, но я хотела по поводу скорой медицинской помощи. Как это налажено у нас? Потому что мы столкнулись с тем, что, когда мы вызвали скорую помощь больной, и мы ждали ее в течение 6 часов. Вы понимаете, вот это ужасно. Это был не ковид, а был, видно, инсульт у больной. Вы знаете, это ужасно, конечно. Вот это бы я хотела услышать. Как у нас связь со скорой помощью? Спасибо большое, Валентина Владимировна, за ваш вопрос. Но, насколько я понимаю, он не совсем по адресу. Да, я не являюсь главным решением скорой помощи. У нас скорая помощь выделена в отдельное юридическое лицо. Соответственно, у нас есть филиал нашей Одинцовской подстанции скорой медицинской помощи. Но мы активно помогаем скорой помощи. Мы видим сейчас их нагрузку огромную, потому что ковидные больные, они тяжелые, они требуют, так скажем, там нужно сделать КТ, нужно отвезти его в ЦСНР, чтобы его приняли, госпитализировали. Поэтому, конечно, затрачивается большое время на один вызов. Мы существенно усилили службу неотложенной медицинской помощи и предложили первой в Московской области именно медицинскую эвакуацию. То есть человек, у которого точно подтвержденный ковид, мы сами выезжаем неотложенной помощью, берем этого пациента, делаем МКТ, то есть позволить работу скорой медицинской помощи, чтобы скорая помощь могла на такие вызыва приезжать. Да, я знаю, что мы активно с скорой помощью работаем, я знаю, что такие проблемы у них были. И 6 часов, это, к счастью, уже история. Потому что сейчас у них резко упало количество вызывов, там, можно сказать, на треть. Тем более наша помощь, она также и осталась, какой она и была. Я, конечно, прошу свои извинения вот именно этой жительнице, которая обратилась, и информацию скорой помощи я передам. Что 6 часов, но я думаю, что это уже история. Это было на пике заболеваемость. Такие проблемы были. Насколько я знаю, с середины мая на скорой помощи наше работает отдел госпитализации, который помогает бригадам с маршрутизацией. Это, наверное, тоже каким-то образом помогает выиграть время. И будем надеяться, что скоро все нормализуется. Когда мы рассказываем о перепрофилировании медучреждений, следом сыпется много вопросов. А куда везти больных, у которых ковида нет? Остались ли у нас в округе стационары, которые принимают, скажем так, чистых больных с другими патологиями? Такие стационары у нас остались. У нас их два осталось филиала. Соответственно, филиал Перхожевской больницы у нас у нас 180 коек. И филиал Занекровская больница. Там у нас 220 коек. То есть мы максимально оставили профили, которые жизненно важны. Это онкология. У нас ни дня онкология не работает. То есть работать не переставало. Химиотерапия, операции делались, соответственно, независимо от эпидситуации. У нас есть приказ с отличным здраво. То есть мы его полностью выполнили. Онкология сработала с первого, скажем, и до настоящего времени. С первого дня до последнего времени. Что касается другим профилям, то у нас Занекровская больница это хирургия чистая, реанимация, гинекология, гнойная хирургия это Перхушково. Также клалием терапию, чистую, соответственно, кардиологию и так далее. То есть мы максимально постарались жителям нашу помощь оказывать на наших филиалах. Но, естественно, этого мало, потому что мы большой площадями перепрофилировались. Поэтому у нас был договор с Можайской городской больницей, районной больницей, Красногорская городская больница, Химки и так далее. То есть те больницы, которые могли наших пациентов принять, большие, серьезные больницы, где были разные профили, где был РСЦ, как в Красногорске. То есть наши пациенты там шли по умолчанию, соответственно, без согласования. Они были в приоритете. А как контролируете частоту вот этих двух стационаров в Денцовском округе, Перхушково, извини, чтобы туда, не дай бог, не проникла инфекция? Потому что я так понимаю, что это чревато закрытием просто. Вот. Мы у нас все-таки время от времени мы там инфекцию получаем. Поэтому у нас все наши сотрудники сдают мазки минимум раз в неделю. То есть независимо. Сейчас я сказал, что анализ на ФА. Это иммуноферементный анализ, где мы можем взять кровь на ФА и посмотреть антитела. То есть тем самым скачек болеет или, может быть, уже переболел. Или, соответственно, он с вирусом этим пока еще не сталкивался. Поэтому мы берем и кровь, и, соответственно, все мазочки берем минимум раз в неделю. И уже исходя из этого идет допуск врача к пациенту. Кроме того, мы, естественно, всех пациентов тоже обследуем. То есть независимо, поступает он к нам чистый, так скажем, условно говоря, или заранее мы знаем, что он ковидный пациент. Мы тоже берем всех мазочки на этапе поступления. Но пока еще у нас все мазки приходят, там, может быть, где-то задержка 2-3 суток. Она пока существует еще. Лаборатории все еще пока перегружены. Поэтому, конечно, у нас могут быть моменты заносной инфекции. Но мы стараемся больных максимально, соответственно, разобщать. Это отдельные палаты. Это все-таки мы максимально защищаем персонал. Они ходят в сизрах даже в чистой зоне. Это респираторы. Это одноразовые халаты, которые потом, соответственно, все это утилизируются. Поэтому всю максимальную работу мы проводим. Ну, естественно, какая-то иммунопрофилактика. То же самое, орбидол, гриферон. Это все они тоже получают. Наши медики имеется в виду. Андрей Васильевич, давайте поговорим как раз о тех, кто сейчас на передовой вот этой самой борьбы с коронавирусом. Хватает ли врачей, медсестер, санитаров? Выдерживают ли они ту нагрузку, которая сейчас на них выгодна? Да, нагрузка высокая, конечно. Тут нечего даже спорить. И, как вы знаете, мы одним из самых первых в области начали принимать ковидных пациентов. Это наша инфекционная больница. Она у нас по праву заслужила на верстатусе одной лучшей учреждении в Московской области. Там насколько была реанимация, созданная на базе инфекционных? Да, у нас изначально там было всего 54 койки. По факту мы сейчас там сделаем 30 койк. Сделаем 12 койк реанимационных. То есть там мы открыли первую реанимацию, начали прием первых тяжелых больных. У нас Киан Слава Ильинична, наша заведующая инфекционной больницей. В связи с Литвиновым, который потом ее сменил на время болезни, соответственно, Александр Анатольевич. Они там эти схемы разработали и вылечили не один десяток пациентов, тяжелых пациентов, когда формировался только опыт лечения ковида в России. То есть мы в нем участвовали, и какие-то коррективы в эти схемы мы тоже вносили. Потом у нас есть врачи, которые... Всего у нас сейчас работает больше 1200 медицинских работников только с ковидом. Только с ковидом, да. И плюс еще что-то человек работает в аренном госпитале в Кубинке. Поэтому суммарно почти 2000 у нас сейчас людей задействованы в работе с ковидом. Кроме того, у нас есть люди, которые приходили из других отделений. Допустим, у нас есть врачи среднего долга Дрожжина, которая бросила пост заведующей реанимации в Перхушково, перешла обычным врачом в реанимацию сюда. То есть именно для работы с ковидом. Были врачи, которые работали с пациентами, потом переболели, так как океан. Сами заразились ковидом на рабочем месте, потом выздоровели и дальше продолжили борьбу с этой инфекцией. Таких случаев у нас очень много. Допустим, наш заведующий реанимации Цветков, Денис Сергеевич, руководитель Центра реанимации энцидиологии, он привел 5 реаниматологов, самых сейчас дефицитных, из Москвы к нам в больницу, именно на период работы с ковидом. Допустим, Мустафин Михайлович, который у нас под алгонатом, на него тоже большая нагрузка, к сожалению, люди умирают. Поэтому он тоже, получается, многократно она выросла, но у нас тоже не было проблем с задержкой, каким-то выдачей тела и так далее. Это тоже немаловажно, когда такая треедия произошла. Поэтому гора из Кабер-Саркаевича. У нас этих звезд сейчас можно сказать, что мы, конечно, будем их, академитор-работника, награждать. То же самое, допустим, Кабер-Саркаевич. Если у нас в обычном режиме регион делал 50 следований в сутки, мы сейчас делаем 100, 120, 130, потому что мы реально видим, что он людям нужен. Без них мы не можем поставить диагноз, не можем начать адекватное лечение. Поэтому все эти моменты, конечно, эти люди, они все себя проявились лучше сраны. Дай Бог им силы, терпения и, конечно же, здоровья, чтобы с минимальными потерями эта пандемия для нас завершилась. А если перейти к теме оборудования? Хватило ли нам аппаратов ИВЛ? Оборудованы ли все койки, которые мы смогли организовать, кислородом, который так нужен больным с каидом? Хватило, наверное, пока рано говорить, что уже в прошедшем времени. Очень хочется. Нам тоже хочется, и мы даже уже строим планы по выходу, так скажем, на мирные рельсы. Но пока у нас хватает количества реанимаций. У нас реанимация сейчас суммарно уже больше стакой. У нас более ста аппаратов ИВЛ. Часть из них пришли очень хорошего качества импортного производства. Соответственно, они останутся потом и будут в дальнейшем работать в больнице на благо пациентов. Там разные режимы вентиляции. Наши реаниматологи, которые даже работали в Москве, они были просто в восторге от этих аппаратов. Часть пришла аппаратов, которые российского производства. Потом у нас была партия, которая бракована, как вы знаете, по Москве, по Санкт-Петербургу. Мы ее полностью заменили на новую партию. И то, что у нас там были фотографии коробок, это пустые коробки. Я уже тоже комментировал. Стоят у нас приемные, потому что мы ждем гарантии. Все аппараты были новые, нам поставлены. Значит, у нас сейчас суммарно 105 коек реанимационных. Из них 20 мы открываем плюсом в Никольской больнице. Соответственно, это будет Никольская больница реанимации, полноценная ковидная. И здесь в хирургическом корпусе. Что касается обучения персонала, в сюжете немного об этом прозвучало. Вот врачи, которые другие специальности, теперь они, по сути, вынуждены работать инфекционистами. Какое обучение они прошли? Как это было организовано? У нас это было онлайн обучение, естественно. То есть самоработка с ковидом, это были специальные курсы. Они до сих пор проходят. То есть мы регулярно врачей наших обучаем новым методикам, потому что меняются рекомендации, меняются подходы к лечению. До сих пор еще не совершенствуются. Во-вторых, мы, можно сказать, что вам сейчас не было про оборудование, что тоже для нас очень важно. Мы получили аппарат ЭКМО. То есть этот аппарат заменяет пациенту и легкое, и сердце. То есть когда тяжелое порождение легких и сердца, то этот аппарат, соответственно, за пациента, гоняет кровь по организму, она циркулирует, соответственно, и обогчает, и кислородом. Такого аппарата в Московской области раньше не было, он был только в маньяках один. Сейчас, соответственно, у нас уже один есть, и еще по поручению главы нам должны второй аппарат в течение года поставить. То есть мы хотим сделать полноценный центр ЭКМО. То есть тем самым на ситуации с ковидом улучшить свою базу материальную, улучшить качество лечения пациентов. По поводу гемодиализа. У нас тоже раньше до этого не было ни одного аппарата гемодиализа, который бы мы делали на уровне реанимации. То есть был обычный гемодиализ, соответственно, аппарат искусственной почки. Но он был только на уровне программного, соответственно, когда уже человеку ставили, он там приезжал на автобусе, соответственно, делал. Когда попало в реанимацию, сразу была проблема, потому что он также у нас был гемодиализ, только был только в маньяках. Сейчас у нас уже пять аппаратов гемодиализа. Два находятся в Никольском уже мы готовим, соответственно, обучаем персонал под работе с ковидом, под гемодиализм, который находится сейчас здесь. Естественно, после завершения ситуации с ковидом мы оставим эти аппараты у себя и хотим либо в Перхушково, либо в Невкольском сделать центр гемодиализма, именно реанимационный гемодиализм. Естественно, плюс наша реанимация, которая находится здесь. У нас будет основной контролирующий остальные реанимации, которые у нас есть по городскому округу. Что касается КТ, которые так нужны больным с ковидом, нужно следить за состоянием легких, достаточно ли их? Да, у нас сейчас КТ тоже повезло. У нас сейчас, соответственно, КТ у нас есть в нашей больнице на Бирюзово-3Г, имеется в виду в Одинцовском ЦРБ бывшей. Есть в Невкольском подразделении КТ, есть в КЦВ Мире КТ. Сейчас есть там, где мы развернули легкие койки, там КТ просто это новое поколение, абсолютно новое. Потом КТ у нас сейчас есть, в поликлинике поступает. Соответственно, у нас по итогам работы с ковид в округе останется 5 аппаратов КТ. Соответственно, мы полностью потребность по аппаратам КТ сейчас в округе закроем. Кроме того, у нас есть аппарат МРТ, мы его сейчас полностью, так скажем, подчинили, прилили в рабочий вид, находится на любом новоселке, вы знаете. И сейчас я знаю, что Минздраву одобрена еще одна позиция МРТ, это в село Перхушково, в нашем федерале Перхушкове. Там мы планируем сделать большой онкологический центр, вот именно для нашего городского округа. И, соответственно, для этого необходимо МРТ, и его нам сейчас Минздрав уже одобрил. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире 8495-508-86-84. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Ульга Ванна. А скажите, когда будут принимать официальные травматологи? Вот такие основные врачи. То есть врачи разных специальностей, в поликлиниках, да, вы имеете в виду? В поликлиниках, да. Вот мне, например, интересует травматолог. У вас... Потому что у меня возраст другой, сейчас пока не принимают, у меня 70 лет. Спасибо большое за ваш вопрос. Значит, травмоцентр, он сработал все это время. Соответственно, с первого дня эпидситуации, и сейчас он работает. То есть, ну, тут нет у нас права никакого его закрывать. Что касается поликлиник, плановый работа, то мы планируем открыть с 8 июня. То есть, буквально уже, получается, там, через 5 дней, с понедельника. У нас, конечно, будет ограничение по приемам. И вот, допустим, все-таки, если человек старше 65 лет, и нет какой-то острой проблемы по травматологии, я бы лучше рекомендовал подождать еще хотя бы месяц. Все-таки есть. Даже не врачи, может быть, ваши угрозы, там, кто вместе с вами придет в поликлинику. Мы сделали шаг на 30 минут, соответственно. Если раньше было у нас 12 минут шаг в поликлинике, сейчас мы сделали шаг 30 минут, чтобы человек успел прийти, получить услугу и, соответственно, выйти из поликлиники, чтобы они между собой, пациенты, не пересекались. Потом у нас сейчас по всему маршруту движения мы повесили дезары. Это система, фильтрующая воздух, обеззараживающая его. То есть, соответственно, если раньше у нас там было один там на какой-то площадь, мы сейчас многократное количество их увеличили. Кроме того, сами кабинеты мы сейчас разобщили, соответственно, чтобы у нас не было скучности, ожиданий перед кабинетом. У нас будет запись на анализ, запись на ЭКГ, запись на УЗИ, соответственно. Она вся будет... Пациентов будем принимать меньше по факту, но это будет намного безопаснее. Как мы сейчас в отделениях расставляем койки, подачи друг от друга, чтобы они между собой, соответственно, особенно в чистых зонах, в чистых этих филиалах, то то же самое делаем в поликлинике, потому что скучность из коллектива, она сейчас в первую очередь опасна. Это еще, наверное, от пациентов много, значит, чтобы они приходили к своему времени. Записано на 12.30, приходите к 12.30, не надо пораньше, обязательно по времени доктор примет. Мы обязательно будем выдавать и маску, и перчатки, если таких у пациентов, соответственно, не будет. Мы тоже все продумали, запланировали. Мы расставили везде средства для гигиены рук, для обеззараживания, соответственно, тоже, чтобы сохранялся масочный перчаточный режим. Кроме того, все врачи будут также находиться в респираторах, потому что сейчас, как моя задача, то, что сейчас сохранить жизнь медработнику. Поэтому, в первую очередь, мы сейчас полностью комплектованы в СИЗах, это средства здравоохранения защиты, поэтому все врачи будут находиться в респираторах, в поколении класса 2 и выше, и, соответственно, в экранах, чтобы, в первую очередь, были наши врачи защищены от возможной эфицированной пациента. А я напоминаю, сегодня мы говорим о работе Одинцовской областной больницы в период пандемии коронавируса 8495 508 86 84. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер, мы вас слушаем, вы в эфире. Алло. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. У меня вопрос к Андрею Васильевичу. Вы знаете, я все время обслуживалась во второй поликлинике, так как жила на улице Чикиной. Потом меня переселили на Садовую. И я перешла в военную поликлинику рядом, потому что подъездом. Вы знаете, мне не нравится в этой поликлинике. Я не могла бы перейти на Бирюзовый. Спасибо большое за вопрос. Вопрос прикрепления и открепления. Конечно, можете. Это выбор гражданина. Вы раз в год, согласно приказу федерального закона, вы имеете право выбирать учреждение. Соответственно, вы пишете заявление в той поликлинике, где вам удобно, и прикрепляетесь. Сейчас никакой проблем нет. Тем более, наша первая поликлиника. Мы планируем открыть. Я думаю, что в этом месяце уже какую-то часть будем открывать. Сейчас мы тоже этот вопрос заглавляем. Я думаю, многие ждут этого события. Вы знаете, что это будет лучше в поликлинике в Московской области. И по виду у нас сейчас, даже внешнему, она это все уже показывает. Поэтому мы, конечно, сейчас максимально сюда людей переведем. У нас здесь будет, я думаю, что, наверное, уже был какой-то анонс. Там и КТ у нас будет, и травмоцентр мы туда переносим. И, соответственно, там будет у нас целый этаж стоматологии, включая ортодонтию, включая хирургическую стоматологию, она будет находиться там. Соответственно, терапевтов там больше 16 участков будет именно туда стекаться. Онкологи будем делать САО, по центру амбулаторной помощи онкологической. Там же будем делать химиотерапию, кому не дай бог она требуется. Соответственно, это будет полноценная, так скажем, многопрофильная поликлиника, которая, думаю, что часть нашей стационарной на себя заберет в плане работы. И стационары там будут представлены больше стакоек. Поэтому, конечно, мы приглашаем, если что-то вам не нравится, вы можете к нам прийти, написать заявление. И, соответственно, в течение двух суток ваши данные автоматом перенесутся уже к нам. Не можно уже приходить на прием в первую поликлинику. Работу медика, в принципе, не назовешь легкой. В условиях пандемии врачам, медсестрам и санитарам стало еще сложнее. О буднях терапевтического подразделения Одинцовской областной больницы в следующем материале. Обрабатываются руки непосредственно. И одевается обязательно маска. Посторонним вход воспрещен. Здесь проходят медики, врачи, сестры, санитарки. Запись в журнале, измерение температуры и надевание средств индивидуальной защиты. Хоть зона и чистая, а меры безопасности чрезмерными не бывают. Шансы заразиться здесь не то, чтобы минимальные, их попросту нет. В каждом помещении специальная лампа убивает любые вирусы наверняка. Берем костюм, одеваем, потом берем бахилы, одеваем. После бахил, когда одели, берем маски, одеваем маску. Кто хочет очки одевать, кто хочет экраны у нас есть. Одеваем уже перчатки, все, одеваем двое пар перчаток, одеваем. И выходим уже в грязную зону. На каждом, кто заходит в грязную зону, двойная защита. По две пары бахил и перчаток, шапочка, поверх нее капюшон. Лицо защищает маска и специальный экран. На самом деле, я в этом костюме, примерно минут 10. Дышать очень тяжело, практически невозможно. Экран все время запасевает. Сложно представить, как докторат и медсестры по 6 часов находятся одевшись вот таким образом в грязной зоне. Прием пациентов в терапевтическом отделении Одинцовской областной больницы начался 10 мая. Здесь оборудовали 120 коек. Кислород подведен к каждой. Всего за 4 дня работы сюда поступило почти полсотни больных ковид-19. Здравствуйте. 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 Как ваше самочувствие? Очень хорошо. Обобрал. Максим Третьяков, один из первых пациентов перепрофилированного терапевтического отделения Одинцовской больницы, поступил по скорой из Люберец. Мужчина признается, себя оберегал как мог. Вирус подцепил, скорее всего, на работе. Поднялась температура, появились головная боль, тяжесть в ногах и слабость. Воздуха не хватало. Ловил воздух. Прям очень сильно ловил. Ну, уже пошел на поправку. Спасибо заботливому персоналу. Очень подходит, очень внимательно. Измерение температуры тела, давления и, разумеется, сатурации, насыщаемости крови кислородом. Эти процедуры лечащие врачи проводят как минимум дважды в день, утром и вечером. Последний показатель – один из основных. По нему специалисты судят о состоянии пациента. Так, вот этот прибор. Вот так он выглядит. Немножко успокойтесь, волнуйтесь. Вот, значит, смотрите. Пальчик, да. В норме, в норме 99-98. Смотрим у пациента 98. Хоть Максиму Третьякову и стало значительно лучше, вести речь о выписке еще рано. Чтобы попасть домой, у пациента должны быть температура и сатурация в норме, а также положительная динамика на КТ. О выписке мы будем говорить, когда мы проведем контрольное исследование органов грудной клетки. Тем самым мы будем понимать, сохраняется ли пневмония или нет, так называемого вирусного генеза. В среднем это где-то на пятой-седьмой сутки. Как в санаторий попал, Максим Третьяков не устает благодарить врачей и медсестер. И на своем примере готов убеждать скептиков. Коронавирус вполне реален. По максимуму все равно стараться соблюдать все рекомендации, которые поступают со средств массовой информации. Особенно мыть, только руки мыть, поменьше находиться в обществе, вблизи, ну и следить за своим здоровьем. В полной экипировке готовые бороться за жизнь пациентов до последнего. В грязной зоне медики проводят не менее шести часов подряд. Выход в чистую, глоток свежего воздуха в буквальном смысле. Но только после тщательной дезинфекции и утилизации средств индивидуальной защиты по всем правилам. На войне, как на войне. Уже на выходе из грязной зоны плохие вести. Еще утром пациентка чувствовала себя удовлетворительно. К обеду потеряла сознание. Буквально 10 минут назад пациентка резко ухудшилась. Сатурация 77. Требуется срочный перевоз в реанимацию. Хотя утром при обходе лечащим врачом состояние стабильное. Сатурация на кислороде в пределах норма была. В этом коварство коронавируса. Состояние пациента может резко ухудшиться. Больной дышит сам. И вот уже через считанные минуты кислород падает. Требуется реанимация. Хотя по статистике многие переносят заболевания бессимптомно. При этом заражая окружающих. И вот в такой ситуации спасти здоровье и жизнь других людей. С менее крепким иммунитетом может простая маска. В прямом эфире телекомпания Одинцова программа «Главная тема». Сегодня мы говорим о работе Одинцовской областной больницы 8495-508-86-84. Наш номер телефона. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Лариса Александровна. Лариса Александровна, задавайте ваш вопрос Андрею Васильевичу. Проживаем в городе Одинцово на улице Новоспортивной. В субботу у меня, у мужа, он до этого мучился еще 5 дней. В общем, мы отсидели полтора месяца, честно. Никуда не выходили. Два инвалида. За нами социальный работник ухаживает, волонтеры. Ну, в общем, не голодные. Наели аппедицит. Да, воспалился. Сделали УЗИ в коммерцию, потому что верамидия. А оттуда госпитализировали, сказали, срочно надо госпитализировать. В общем, дожидались скорую, сидели 2 часа. Приехала. А здесь рядом, прямо на бульваре Новоселовой. Приехали, забрали. Вот. Говорит, надо обязательно сделать КТ, поедем в Звенигород. Я говорю, в Звенигород не поеду, он слепой, инвалид первой группы. И я, чуть не 150 килограмм. Я говорю, как я оттуда-то добираться буду? Ну, в общем, это не... Сказали, вы не решаете со скорой помощью. Он нас повез, доктор Рашид, привез в центральную больницу. А говорит, а вы на час опоздали. Сейчас уже принимают инфекционных. Я говорю, господи, я говорю, ну, войдите в положение. Ты как, доктор, войдите. А он говорит, не берут. Я говорю, ну, вы что? Я говорю, ну, он говорит, только в Звенигород. А там такая коробочка старая, скорая. Я говорю, да мы не доедем. Я его растрясу всего. Он еле дышит. Он, я говорю, 5 дней не ел. Я говорю, там одни кости уже. Я говорю, и я. Я говорю, асматик, я оттуда не вернусь. Ну, вы нас там оставите, и что будет? А меня-то кто оттуда повезет? Чем все закончилось, Лариса Александровна? А, ну, в общем, скажите, почему нас не взяли? Ну, привезли в 123-ю, приняли, хорошо. И все там сделали. В субботу же. И, в общем, я его с 12 до 7 возила по Одинцову. Лариса Александровна, почему не приняли вашего супруга в Детцовскую центральную районную больницу? Да, в Детцовскую. Сказали, опоздали на час. Все, я поняла ваш вопрос. Спасибо большое. Это делается, в первую очередь, в защиту пациентов от ковида. Потому что у нас, когда находится, условно, в грязной зоне, естественно, мы начинаем прием, допустим, с утра, после кварцевания, после заливки этими дезрастворами, начинаем прием, условно, чистых пациентов. Это амбулаторных. Тех, у которых подозрение на ковид, у тех, у которых уже контрольные данные. В данном случае, когда нам нужно сказать, есть ли ковид или нет. Поэтому, конечно, когда у нас есть определенное время, после этого времени мы уже замыкаем скорую помощь на Звенигород. Там тоже делаем то же самое. Утром мы, соответственно, в Одинцово смотрим амбулаторных пациентов, а после обеда смотрим уже в Звенигороде. Тем самым, соответственно, чтобы наши потоки распределялись. Почему мы опаздывали на час? Потому что уже мы начали прием в стационарных больнях. Они все заведомо ковидные. Поэтому, если бы мы этого мужчину завезли бы к нам на КТ, скорее всего, мы бы его заразили бы ковидом. Поэтому в данном случае, конечно, это ВИДНС, скорая помощь, что они неадекватно объяснили, почему нельзя этого делать. Но в целом, возможно, не спасли жизнь пациенту тем, что они его туда не закатили. Тем более он в зоне риска, судя по всему. А то, что медсанчайство 123, они, соответственно, работают только в чистой зоне. Соответственно, у них нет перепроферили под ковид. И, соответственно, пациентов чистых, они берут у нас договоренности с ними. Мы, соответственно, берем их пациентов ковидных. Они берут, соответственно, наших, которых, соответственно, как эта женщина, как ее муж, которым нужно было сделать просто бедную токтомию. Мы планируем наш корпус хирургически перевозить уже в мирное русло. Я думаю, что в течение, примерно, недели будет принято уже полноценное решение по тому, как это будет по срокам. Но это будет очень быстро. Соответственно, я думаю, что в течение двух недель уже наши жители уже узнают, То есть, какого числа наша хирургия начнет работать, как и прежде, в условно чистой зоне, потому что наши врачи будут одеваться также в СИЗы, мы также будем разобщать пациентов, мы также будем вас между пациентами обследовать перед госпитализацией, особенно плановой. То есть, это будут мазки, это будет кровь на ИФА, это будут, соответственно, потому что это раньше были анализы, допустим, это будет КТ обязательно, то есть, тем самым, чтобы было минимальная верность того, чтобы пациента именно больного с ковидом мы сможем положить к нашим, скажем, чистым пациентам. Я так понимаю, что вот это возвращение к мирной жизни будет поэтапным. Правильно ли я понимаю, что с Одинцовского подразделения оно начнется? Да, мы хотим начать с нашего главного корпуса, потому что он больше востребован, вот сейчас женщины по травматологии, там, скорее всего, какая-то проблема, скорее всего, в том числе, может быть, острая. У нас гинекология, хирургия, опять-таки, это такие темы, которые безусловно жить не смогут. А ковид сейчас уже уходит на второй план, потому что мы, хоть, конечно, наручение оптимистично, но мы все-таки снижение, тенденция к снижению. У нас уже, которую неделю идет четкая полоса вниз постепенно, хоть она и медленно идет, там, допустим, на 20-30 в день по всей Московской области, но она потихонечку снижается. И мы это чувствуем на своих койках, что они, как вот здесь, надеемся, они так свободно нас стоят, большей частью. Поэтому, конечно, вот этот переход, он будет обязательно постепенно. Первый, это наша хирургия уходит, потом хотим терапию, скорее всего, потому что у нас есть кардиология, гастроэнтерология, эндокринология. То есть люди часто эту помощь адекватно получить не могут. Мы сейчас ее учитывали для самых тяжелых пациентов, поэтому, конечно, тоже мы хотим максимально быстро ее открыть. Дальше мы хотим открыть уже КЦВ-МИР. Сейчас он уже косвенно, уже де-факто, относится к нашей Одессорской областной больнице. Я, как вы знаете, главный врач и там, и там исполняю обязанности. Поэтому, соответственно, там особенно интересен профиль по иммунологии, реабилитация, потому что после болезней именно легких, сейчас воспаление, мы получим какие-то определенные фиброзы в легких. Я так понимаю, что это исторический профиль этого ведущего рождения. Да, у них самый большой опыт, наверное, в России, который именно, эта больница строилась изначально как именно, как пульмонология против фиброзов. И мы там хотим на этой базе сейчас заниматься уже реабилитацией. В первую очередь, жители нашего городского округа там и Московской области. И, наверное, потом последняя уже будет Никольская больница, уже когда уже совсем, так скажем, переходим в мирное русло. Но наша инфекционная больница, она останется пока инфекционной, естественно, как и была там тоже много десятилетий. И будет работать также там, соответственно. Ну, ковид, я думаю, что мы все-таки будем как-то выявлять какие-то, может, локальные вспышки, но они будут долго. Ну, надеемся, что все-таки иммунитет выработается в большей части населения, действительно инфекционные заболевания. Да, сейчас, как вы видите, сейчас все страны, в том числе и мы, зарабатываем активные прививки. Может быть, нашество будет также добавим в календарь, прививка от гриппа. Добавим, соответственно, модуль и будем, соответственно, еще прививаться от ковида в том числе. Конечно, тогда мы эту болезнь полностью поборем. Спасибо большое, Андрей Васильевич, что пришли к нам сегодня в студию. Хочу заметить, по части прививок тут уже очень много зависит от нас с вами, насколько ответственно мы будем подходить к этому. И, наверное, в этой ситуации информацию следует черпать из проверенных источников информации, а не от непонятных спикеров, которые сейчас в интернете очень популярны. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. Берегите себя и своих близких. До новых встреч на ОТВ. Спасибо. Спасибо.